Привет дорогие друзья, подписчики, геймеры, гости канала и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, это наша игра День и сегодня мы играем в игрушку EverTech Sandbox и продолжаем смотреть различные постройки здесь из раздела ВК-ленты. Это игрушка в стиле скрипт-механик, в принципе, я её уже много раз показывал и сегодня хочу показать три новые постройки из нашей, собственно, ВК-ленты здесь. Итак, ну что, начнём и первая постройка на сегодня от пользователя Никиты Буланова. Как видите, он сделал такую вот ракету, я сразу обратил внимание на данную постройку, потому что это на самом деле необычно, тут в основном люди строят различные машины и прочее, а вот ракеты я ещё не видел. Это что-то типа ракеты, у нас есть такой вот пьедестал, можно, в принципе, её включить и она сразу у нас улетает в небеса. В принципе, это на самом деле простая ракета, тут ничего особенного, как я понимаю, её мы можем просто запустить вверх, но, тем не менее, постройка мне понравилась, по-моему, это необычно, так что респект за такую, так скажем, простенькую постройку, но прикольную. Так, ну что, идём далее и вторая постройка на сегодня от чувака Саши Остапова. Это у нас уже такой вот вид транспорта, в принципе, тоже достаточно прикольно выглядит, давайте сразу сядем за него и что у нас тут имеется. Как видите, у нас здесь идёт активация такая вот, мы включили, получается, первый контроллер, и у нас сразу же машина поднялась вверх. Это что-то вроде транспорта на воздушной подушке, как я понимаю, у нас есть, получается, из способов управления эта кнопочка вперёд, а также есть такие вот подушки, с помощью которых мы можем направлять вправо и влево здесь. Итак, вот так вот выглядит вид от первого лица, в принципе, всё стандартно, у нас тут есть, в принципе, руль, но он просто крутится, ничего с ним мы сделать не можем, то есть он у нас никак не отвечает за наши повороты, у нас отвечают как раз-таки вот такие вот пушки, которые при активации наклоняют наше устройство, вернее, поворачивают влево и вправо. Сразу давайте посмотрим, как мы пролетим над этим, этой речкой, и, как видите, спокойненько-спокойненько преодолеваем такую вот препятствие, в принципе, здорово. Тоже просто постройка простенькая, но прикольная, с воздушной подушкой, так что большой за неё респект. Так, ну и третья постройка на сегодня от чувака Игорь Середа. Да, это очень большая постройка, сразу видно, у нас тут как бы два в одном, есть такой вот огромнейший, я даже не знаю, механизм, такая вот большая база, которая держит маленькую машинку у нас здесь, и сейчас давайте мы постараемся, наверное, сначала обойти её, посмотреть, потому что, на самом деле, большая постройка. У нас есть такая вот база, я так понимаю, что она не двигается, у нас есть что-то вроде таких вот ног, сверху, как видите, пушки, бластеры, есть окно, ну и, собственно, вот этот транспорт справа висит. Сейчас, наверное, посмотрим, что у нас снизу, тут, в принципе, ничего нету, только есть колёса. Я, правда, вот не понимаю, как можно этим транспортом управлять, то есть, как можно заставить его двигаться, если что, ребят, напишите мне в комментариях, подскажите. Тут же у нас есть дверь, которая вот так вот открывается-закрывается, но нужно сначала туда постараться нам как-то залезть. Так, давайте попробуем залезть в этот транспорт по вот этой ноге, так скажем. И, в принципе, в принципе, да, мы можем уже сесть, и первое у нас такое вот, первое такое место, это что-то вроде пушки. Даже не что-то вроде, а это и есть пушка, у нас есть поворот влево-вправо, можем поставить её, поднять её вверх, ну и, собственно, активировать оружие. Вот так вот, вот так вот выглядит от первого лица, в принципе, всё стандартно. То есть, мы можем поднять её вверх и стрельнуть, так скажем. Так, что у нас тут ещё имеется? Ну, имеется вот эта дверь, про которую я говорил вначале, давайте попробуем в неё залезть. Но для этого нам нужно, наверное, построить небольшой механизм, небольшой такой пьедестал, чтобы туда, собственно, зайти. Итак, ну что, построил я вот такую вот темку, в принципе, достаточно быстро это сделал, и вот так вот мы залетаем сюда. Так, у нас эта дверь открывается, мы можем зайти, наконец-то, в кабину. Тут у нас есть сразу же первое кресло, давайте сядем. И что мы можем сделать? У нас есть бластеры, то есть мы стреляем из пушек, и смотрите, у нас есть, да, двери, вот так вот сверху. Я их, на самом деле, не заметил, я мог бы, наверное, сходу сверху-то и залезть. Давайте пробуем выйти сейчас наверх. Так, немножко подпрыгнем. И, а, ну да, мы можем сесть, в принципе, вот в это самое кресло, вот в эту пушку, из которой изначально стреляли, и в целом всё. Ну, вот так вот, можно сверху, получается, залезть, я это, на самом деле, поначалу не прочекал. Ладно, теперь разобрались. И, собственно, второе кресло. Тут уже гораздо больше у нас механизмов, давайте разбираться. У нас есть также бластер, пушка. Мы можем открыть, закрыть двери. И смотрите, у нас есть этот самый крюк, который держит нашу небольшую машинку, и мы только что нажали и отпустили нашу тачку, которая сейчас упала вниз, и, судя по всему, мы можем на ней прокатиться. Также у нас есть, что ещё тут? У нас есть, смотрите, магнит. Вау! То есть мы, получается, эту самую тачку можем сейчас замагнитить и снова с нашими вот этими, нашим крюком её забрать. Так, нажимаем. И вот так вот мы её в тиски забираем, и снова она у нас получается надёжно защищена, как это было в автоматах, такие с игрушками. Помните, мягкие игрушки мы такие вытаскивали? Тут что-то похоже. Давайте снова её опустим и попробуем прокатиться. Итак, ну что, вот такой вот небольшой транспорт. Сели сюда и активировали. Вау! Вау! Мы сразу полетели. Это у нас тоже, видимо, механизмы на воздушной подушке здесь, и мы сейчас перевернулись. Давайте попробуем сейчас в исходное положение поставить. Так, поставил вроде бы с управлением. Нужно было, ребят, немножко разобраться, но сейчас вроде бы всё нормально. Меня качает на самом деле. Блин, управлять этой штукой сложновато. Если честно, нужны навыки. Ну вот, мы вроде бы, вроде бы... Нет, пока мы стоим на месте. Но если мы активируем правый контроллер, то вот, мы начинаем хотя бы двигаться вперёд. Вот как-то так. Активируем второй, у нас получается такой бросок вверх, и мы просто переворачиваемся. Но как-то так. Примерно так ей управлять мы можем. Ну, такая вот третья построечка на сегодня. Как видите, меня уже колбасит так неплохо здесь. Но, да ладно. В принципе, построечка мне тоже понравилась. Она на самом деле большая, масштабная. То есть, у нас есть вот этот основной, так скажем, механизм, такая база, которая имеет ещё при себе такую небольшую машинку на воздушной подушке. Вот как-то так. Напишите в комментариях, как вам построечки, понравились или нет. Это самые свежие из ВК-ленты, что я обнаружил за последнее время. Самые интересные, на мой взгляд. Если у вас есть какие-то другие постройки, можете тоже ими делиться. Писать мне его в ВКонтакте. Возможно, покажу в следующих выпусках. Ну, а так, качайте игрушку, пробуйте строить свои механизмы здесь. Тут, на самом деле, всё зависит от вашей фантазии. Можно построить много всего интересного. Ладно, всё, заканчиваем. И скоро вновь увидимся. Так что, до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok